здравствуйте дорогие друзья ну вы наверное уже посмотрели мастер-класс по приготовлению очень вкусных сочных чебуреков с моей свекровью если не посмотрели посмотрите обязательно атмосферное уютное семейное видео и полезный рецепт ссылочку на это видео вы можете увидеть сейчас на экране и после такого лакомства жареного и не очень диетического и супер полезного давайте приготовим что-то легкое и по сезону приготовим вкусный тыквенный суп очень хорошо его приправим и он понравится даже тем кто не любит такие блюда и для приготовления нам понадобится морковь половина вот такой мускатной тыквы батат если нет батата можно заменить картофелем и чтобы суп получился особенно вкусным нужно его хорошенько поперчить и добавить разнообразные специи очень рекомендую крупномолотый черный перец добавляем щедро не жалеем если нет крупномолотого добавляем мелкого помола также смесь приправ для шаурмы или для шашлыка сюда же подойдет приправа для гриля а также сладкая паприка можно копченую каждой специи я беру примерно чуть более половины чайной ложечки для оформления тарелки понадобятся какие-нибудь крутоны у меня вот такие готовые сухарики примерно 100 миллилитров жирных сливок и густой сладкий бальзамический соус вот такой густоты у меня ну и конечно же понадобится соль у меня вот такая гималайская розовая можно использовать любую соль как и специи используйте ваши любимые специи для овощей или то что есть у вас дома главное в этом супе придать ему вкус и аромат пикантность и остроту чтобы он не был похож на что-то нейтральное на две моркови и один средний батат или две средних картошечки я беру половину этой мускатной тыквы очищаю от кожуры и от семян и нарезаю произвольно кубиками отправляем все это в небольшую среднюю кастрюлю дома у меня нашелся вот такой средний батат посмотрите какого красиво яркого он цвета израильтяне такой суп вообще называют оранжевым потому что все ингредиенты оранжевого цвета и еще они любят добавлять туда красную чечевицу из чечевицы такой суп получается действительно сытным картошечку можно добавить вне зависимости от того если у вас батат она не помешает небольшими кружочками нарезаем морковь произвольно батат и отправляем овощи к тыкве в кастрюлю и теперь заливаем овощи водой так чтобы они полностью ею были покрыты воды можно налить и больше и по окончании варки овощей отобрать чашкой бульон а потом во время пюрирования овощного супа добавлять этот бульон в зависимости от желаемой густоты супа добавляем соль у меня примерно 1 чайная ложка накрываем крышкой и отправляем на огонь до закипания овощи варятся у меня на сильном огне после того как закипит убавляю огонь и еще минут 30 до готовности в любом случае проверяем овощи на готовность ножом они должны быть очень мягкими и теперь добавляем все специи которые мы перечислили можно добавить и во время варки сейчас все это будем пюрировать блендером если у вас погружной блендер металлический то можно пюрировать сразу мой блендер из пластика потому я немного подожду пока остынет мой суп и мне нравится еще немного добавить оливкового масла но это не обязательно погружаем блендер в кастрюлю и пюрируем наш прекрасный суп вот что действительно обязательно это добавление сливок без них суп кажется ну вообще никакой несмотря на специи сливки придают супу завершенный вкус смягчая остроту специй они превращают такой простой суп из обыкновенных продуктов в изысканное пикантное блюдо при подаче я также наливаю столовую ложечку сливок и украшаю тарелку капельками бальзамического соуса очень рекомендую подавать его с сухариками тогда не нужен хлеб из этого количества продуктов у меня получилось 4 хороших порции супа вот так проявив немного фантазии можно накормить семью из четырех человек очень вкусным изысканным супом из совершенно простых продуктов обязательно попробуйте приготовить ставьте лайк если понравился видео рецепт подписывайтесь на мой канал у меня на сегодня все я прощаюсь с вами до следующего нового видео